Музыка Я хочу сказать, что я очень доволен результатами встречи. И это основано на том, что разговор был не декларативный, что разговор был очень конкретный. И мы рассматривали вопросы как системного характера, так и какие-то детали, которые сегодня являются досадным препятствием нашей взаимной торговли и укрепления интеграции. Необходимо совершенствовать работу различного рода групп рабочих высокого уровня. И максимально все-таки надо кодифицировать наше законодательство Евразийского экономического союза, чтобы работал и таможенный кодекс, как положено, чтобы единый таможенный тариф, значит, безусловно, выполнялся. И чтобы это не дезавуировалось какими-то второстепенными соглашениями, которые негативно сказываются на общие процессы. Ну и, безусловно, я позволю себе откровенно сказать, что успех нашей интеграции возможен, когда будет должный уровень социальной лояльности. На все вопросы представители коллегии и выше не дали четкий ответ. Мы договорились о чем? То есть те вопросы, которые сегодня поднимались, я признателен представителю коллегии, что он поддержал, что мы сделаем анализ. Нужна структура, системная работа, анализа обращений. Мы уже понимаем, что очень много документов принято, очень много решений под законных актов, очень много практики. У бизнеса очень много накопилось вопросов по применению тех или иных. Особенно таможня, пересечения границ, декларирование товаров, фитосанитарные другие ограничения, протекционистские меры, барьеры в закупках, барьеры в торговле. И они очень важны. Тех регламентов. Вот примерно вот этот круг вопросов сегодня очень активно поднимался бизнесом. И нужен четкий системный механизм его решения. Да, он есть на национальных органах. Мы взаимодействуем с нашим правительством. Но тем не менее, уже на национальных коллегах, мы считаем, такой орган нужен. Михаил Миниш сегодня пообещал, что внимательно изучит. Возможно, будет создана структура или перепрофильная структура внутри ЕС. Может быть, закрепление будет за кем-то из ченов коллеги, чтобы дать статус. Возможно, будет какой-то цифровой сайт, аналог создан, на котором предприниматели могли бы обращаться онлайн, оперативно, по тем или иным вопросам.